Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня мы с вами еще немного поговорим о православном богослужении. А если точнее, то о третьей части Божественной Литургии, которая называется Литургией Верных. Если мы с вами почитаем учебники по литургике, то есть науке о богослужении, то обратим внимание на то, что ее, то есть литургию, достаточно условно делят на три составные части. Первая часть – это проскомидия или приготовление, когда приготовляются необходимые для ее совершения вещества – хлеб и вино. Мы с вами об этом уже как-то говорили. Вторая часть Литургии – это так называемая Литургия Оглашенных. О ней мы еще не говорили, но обязательно поговорим, потому что об этом тоже просили. А третья часть – это Литургия Верных. Вы, конечно, уже догадываетесь или, скорее всего, даже знаете, что Литургия Верных – это самая важная ее часть, во время которой святые дары, приготовленные на проскомидии, по молитвам верующих, силой и действием Святого Духа прилагаются в истинное тело и кровь Христовы. И после этого они преподаются верующим для причащения. Эта часть Литургии получила такое название потому, что присутствовать при ее совершении и приступать к причащению могли только верные. То есть те, кто принял православную веру через Святое Крещение и оставшиеся верными обещаниям, данным при крещении. И в древние времена тех, кто еще не крещен, а только к нему к крещению готовился, перед ее совершением выводили из храма. О чем нам сейчас и напоминают слова священника или диакона «Елицы оглашенные из идите, оглашенные из идите, елицы вернее, паки и паки, миром Господу помолимся». Все вы их на службе, конечно же, слышали. Так вот, они-то и напоминают нам ту древнюю практику первых христиан не допускать непосвященных присутствию во время совершения этого великого таинства. На литургии верных вспоминаются страдания Спасителя, Его крестная смерть, погребение, воскресение, вознесение на небо, сидение Одесной Бога и Отца и второе и славное Его пришествие. В состав этой части литургии входят перенесение честных даров с жертвенника на престол во время Великого Входа, приготовление верующих к молитвенному участию при совершении бескровной жертвы, само совершение таинства с молитвенным воспоминанием членов церкви небесной и земной, приготовление к причащению, после чего уже и само причащение, сначала священников в алтаре и потом уже мирян с амвона. В конце – благодарение за причащение и благословение на исход из храма. Это так называемый отпуст, которым заканчиваются почти все остальные службы. Очень важно, чтобы молящиеся в храме прихожане знали содержание и смысл молитв, читаемых священником в алтаре от их лица. Лучше знать их как можно ближе к тексту и очень важно понимать их, потому что службу он совершает не сам, а вместе со всей приходской общиной, является ее представятелем, то есть предстоит в алтаре от нее, молитвенно ее возглавляя. Для этого можно почитать либо «Служебник», это такая специальная небольшая книжка для священнослужителей, либо же приобрести какое-нибудь пособие для мирян, которое называется «Последование божественной литургии святителя Иоанна Златоустова». Если возьмете Василия Великого, то понятно, там текст ее будет отличаться, и прежде всего это касается молитв, которые священник читает в алтаре. Такая вот у нас с Вами сегодня была беседа о литургии верных. Надеюсь, что Вы не только о ней слышали, но по возможности и участвуете в ней. Мне для себя интересно, как часто это у Вас бывает. Если не затруднит, то напишите, пожалуйста. Хочу знать свою аудиторию, чтобы больше понимать, о чем Вам буду еще рассказывать. На этом, пожалуй, сегодня с Вами и остановимся. Всем, как обычно, говорю спасибо за внимание и поддержку. И надеюсь, что до новых встреч. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос посреди нас. Продолжение следует...